Всем привет! В общем, настало время отправлять наших новых змей Змеев маленьких амурских полозов Недавно родившихся покупателям У нас забирают абсолютно всех наших змей Трех самых сразу забрал, знакомый мой И вот четырех змей забирают завтра Завтра нужно будет отвезти водителю знакомому Он отвезет непосредственно в тот город, где находится покупатель Значит, что для этого нам понадобится? Отправляем первый раз Надеюсь, ошибок никаких не наделаю Но, в общем, понадобится коробка Коробку взял на почте Дали как раз В общем, поделал дырочки здесь Поделал дырочки здесь В общем, все в дырках Для того, чтобы была вентиляция Газетки для того, чтобы После того, как я комплектую Сюда внутрь банки со змеями Чтобы это все дело там внутрь не болталось Вот Дальше Вот такие вот баночки купили Дешево, по-моему, по 5 гривен или по 8 Здесь положили Здесь у нас будет самка сидит Одна единственная Чтобы, опять же, если вдруг сотрется Надпись Вот такая вот салфетка идет здесь Желтого цвета В остальных салфетки белые Это будут у нас самцы Везде на банках поотмечал Здесь будет самочка, видим Здесь и на крышке Если вдруг где-то сотрется Ну, опять же, перестраховка Это желтая салфетка Чтобы лишний раз змею не мучили Самцы, самцы Ну и самцы А вот Так что так Дырочки есть И здесь, и здесь Но здесь, я думаю, я лишние дырки сделал Вот здесь вот Потому что все это дело должно проклеиваться То есть мы будем закрывать плотно Проклеивать для того, чтобы змея носом не выдавила все это дело И не выпозла Вряд ли она из такой коробки сбежит Но лучше, чтобы животное находилось внутри И поступило к покупателю в таком виде В котором мы его упаковали Соответственно, нужен скотч Чтобы все это дело обклеить Ну и заклеить коробку На коробке написали кому Написали номер телефона человека Который у нас будет Ну, забирать непосредственно у водителя Собственно, товар Ну и будем завтра отправить Сейчас уже как бы завтра с утра Некогда будет этим заниматься Сейчас, наверное, их сразу загрузим Чтобы завтра с утра По-быстрому отправиться На автовокзал Вот Наверное, я покажу сразу Когда уже все это укомплектую Здесь ни воды, ни еды Ничего не нужно Для чего нужна бумага Опять же, чтобы змея внутри не болталась То есть будет переворачивать коробку Чтобы она внутри не болталась На бумажке и будет немножечко проще Опять же, все змеи у нас сфотографированы Если даже все эти вещи не помогут Человек вытащил змею Не обратил внимания Хотя там ребята знающие Будут покупать Поэтому Такие вещи, скорее всего, исключены Вот На меня еще Да Чтобы Исключить того, чтобы опять же Змеи не мучили Не перепроверяли у них там Самец или самка У нас каждая змея сфотографирована Сейчас у каждой змеи Свой собственный рисунок Они отличаются То есть можно посмотреть на голову змей Посмотреть на фотографии И понять, какой пол имеет Опять же, можно самостоятельно Определять этот пол на месте Но это риск того, что вы змею травмируете И вообще заморачиваться этим нет смысла Если производитель, в данном случае мы Показали, где самец, где самка Все, сейчас мы их расфасуем И покажем это все в готовом виде Все, заклеили Дома по кругу заклеивать Ну, по кругу как-то неудобно Поэтому заклеил вот так вот Три раза Я думаю, вряд ли отсюда животное вылезет Заодно получается, что дырки там свободны То есть приклеена просто именно крышка А вот тут небольшой промежуток Куда попадает воздух Вот, то же самое здесь Все эти дырочки, они открыты Здесь немножко заклеено, но Дырок я тут уже наделал и не стеснялся Вот, животные вот внутри Тут, 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 мне кажется Маловато, конечно Салфеток, но думаю, ничего страшного не будет Вот, здесь побольше, побольше Ну, собственно, вот наша самочка здесь Одна единственная Все, упаковываем Ту-дум Сюда Сюда Ну, давайте Между ними сейчас положим такое Чтобы они не бились Потом еще доложим И наоборот Раз, два Что-нибудь такое Ну и посредине Можно, наверное, немножко здесь доложить еще Вот так вот Ну, вроде не трясется Так Сейчас Чтобы не подсвечивать тут Контакты человека Вот так оно все будет В куче Вот Заклеится вокруг И все Дырки сверху Дырки с этой стороны Но часть этих дырок, возможно, будет заклеена Скотчем Все Наши змеи готовы к отправке Сейчас пока они, наверное, все-таки Постоят В таком виде Ну, а завтра с утра Заклеим их И отправим На автовокзал Все Примерно так Упаковываются Животные Воздух Салфетки Бумага Чтобы ничего внутри не болталось Чтобы животному было комфортно Ну, и по возможности Предупреждаем Человека, который Будет отвозить товар Что тут у нас Находятся животные В данном случае рептилии Важно Если отправляете проводником поезда Предупредить Чтобы животное Не поставили На какую-нибудь печку На обогрев Чтобы животное Не получило пригрев И не сдохло Потому что иногда Как рассказывали знакомые Говорят Говоришь, рептилию отправляем И там ящерицу Когда отправляли Или черепашку Иногда проводники думают Что лучше Если черепашке будет теплее Ставят на Соответственно на батарею Или там где тепло И соответственно Животное умирает Поэтому при комнатных условиях При комнатной температуре Там плюс 20 Плюс 28 Вот это вот нормальные Комфортные условия Для перевозки животного Поэтому пускай Хранят коробку там Где сами находятся Никаких печек Никаких холодильников Ну на сегодня все Всем удачи Пока Да, кстати Не сказал Возможно в июне месяце В середине Может быть позже Ближе к июле Может в середине июля Возможно У меня появится еще Три штуки Амурских полозов Поэтому Кто еще не успел Себе заказать у нас Имейте это ввиду И возможно Делайте заказ Преждевременно Чтобы никто другой Этих змей Не забрал Ну В общем На сегодня все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok